когда и как сажать георгины клубнями в открытый грунт в этом видео мы расскажем в какие сроки и как сажать георгины весной кроме того мы подскажем вам самые лучшие сорта многочисленных видов этого царственного цветка подписывайтесь на канал ставьте лайк и оставляйте комментарий ну а мы продолжаем распространенные виды георгинов для северных и центральных регионов сроки посадки и особенности подготовки клубней георгинов зависят от их вида чаще всего российские садоводы выбирают следующие крупноцветковые в высоту они вырастают до 80 сантиметров а диаметр цветков новейших сортов может достигать 30 сантиметров декоративные это крупные кусты высотой до 1 метра с многочисленными цветками диаметром до 25 сантиметров этот вид отличается самой богатой палитры расцветок и разнообразием форм кактусовые самые высокие кусты могут вырастать до полтора метра цветки диаметром до 20 сантиметров отличаются самыми причудливыми формами и необычной окраской помпонные высота растения 80 90 сантиметров диаметр цветков до 15 сантиметров цветки ярких насыщенных тонов похоже на сетчатые шары смотрится очень красиво и долго стоят в вазе после срезки полу кактусовые высокие раскидистые кусты покрыты астролистными яркими цветками диаметром до 18 сантиметров и самых разных одно-двух и трехцветных окрасок миниатюрные самые изящные георгины высотой до 40 сантиметров буквально усыпаны крупными цветками диаметром до 15 сантиметров зацветают раньше других и не осыпаются при первых зимних морозах время высадки георгинов зависит от региона в котором вы проживаете главное условие земля должна хорошо прогреться ведь растение это клубневое средней полосе северо-западном регионе георгины высаживают в третьей декаде мая если весна выдалась ранее теплое то можно на неделю раньше однако при появлении возвратных заморозков клумбу с георгинами нужно накрыть нетканым укрывным материалом если вы приезжаете на дачу только по выходным то срок посадки лучше сдвинуть на 25 27 июня после 25 мая весенние заморозки как правило прекращаются на урале и в сибири весна более позднее и влажная поэтому там георгины сажают в конце июня начале июля а лучше сначала прорастить их в горшке а рассаду высадить на постоянное место после 10 июля в южных регионах страны георгины обычно высаживают в апреле так как земля там быстро и сушается и теряет влагу поэтому запаздывать со сроками никак нельзя все сорта георгинов которые хорошо переносят холодный климат будут прекрасно расти и на юге это универсальный и очень неприхотливый цветок если вы купили клубни в марте апреля то можете заранее прорастить их и получить ранее пышное цветение для этого наполните какую-то емкость ящик или таз влажным субстратом состоящим из покупного грунта для рассады цветов песка и опилок в равных количествах в емкости проделайте дренажные отверстия для стока лишней воды и соорудите какой-то подон хорошо промочите субстрат и поместите в него клубни георгинов присыпая их грунтом слоем 10 сантиметров поставьте емкость в теплое место и накройте сверху прозрачной пленкой очень скоро растения пойдут в рост после появления первых всходов переставьте ящик на окно регулярно поливайте ваши растения в конце мая пересадите их на клубку такая посадка пророщенных георгинов обеспечит их цветение на 2-3 недели раньше все садоводы знают как сажать георгины но не все правильно представляют себе как подготовить их к этой операции даже здоровые клубни перед посадкой рекомендуем вам обработать в трех разных растворах опуская их туда последовательно и выдерживая по 30 минут сначала обработайте георгины розовым раствором марганцово-кислого калия затем фитоспорина м и в заключении опустите их в раствор циркона первые два препарата обеззаразит клубни от любых бактерий и возбудителей грибных болезней третий ускорит процесс прорастания ростков на клубни затем выложите клубни на сухую чистую тряпку или бумагу и дайте просохнуть после этого можно приступать к посадке как правильно сажать георгины георгины любят тихие солнечные места с легким затенением в полуденные часы хорошо защищенные от ветра и сквозняков но если растения будут освещаться солнцем меньше 6 часов в сутки то они могут не образовать бутонов почвы георгины предпочитают рыхлые плодородные с нейтральной реакцией лучше выбрать из посадочных ям родной грунт и заполнить их почвенной смесью составленной из плодородного слоя компоста песка и листовой земли в каждую яму добавьте фосфорно-калийные удобрения древесную залу одно ведро на 4 растения и стакан доломитовой муки на кислых почвах посадочные ямы копайте глубиной равной диаметру луковицы плюс 10 сантиметров из них 5 сантиметров это слой дренажа из крупнозернистого песка или перлита который укладывают на дно ямы расстояние между растениями зависят от виды и сорта низкорослые георгины сажают на расстоянии 40 сантиметров друг от друга высокорослые 70 сантиметров лунгу хорошо замульчируйте опилками или свежескошенной травой мульча будет сохранять влагу в почве и препятствовать росту сорняков ссылка в описании спасибо за просмотр подписывайтесь и ставьте лайк до новых встреч